Триколор из отпечатков ладони изготовили в Сочи. На курорте отметили День государственного флага России. Сочинцев приглашают помочь с очисткой территории Нового сквера. В субботу новую зону отдыха откроют на Мацесте. В Сочи в этом году пять котельных будут переведены на газ, а более половины уже готовы к отопительному сезону. День до старта участники Кубка мира по хоккею «Сириус» уже прибыли в Сочи и опробовали лед Олимпийской арены. Развитие перерабатывающей промышленности и строительство социальных объектов. О перспективах развития говорили в Кореновском районе. Туда приехал губернатор Кубани. В Немин Кондратьев посетил небольшую пекарню. Там наладили полный цикл производства, что называется «от поля до прилавка». Ну а после глава региона встретился с местными жителями. Джим из краснодарских абрикосов, мука из кореновской пшеницы. Так и получаются плотнировские слойки. Полностью кубанский продукт делают в одноименной станице на небольшой семейной пекарне. Муж – глава хозяйства, жена заведующая производством, сын и дочки – тоже у конвейера. При необходимости на этой ленте могут получать до 150 килограммов хлебных и кондитерских изделий в час. За несколько минут конвейер настраивается на выпуск другой продукции. На данный момент мы изготавливаем слойку с джемом, с абрикосовым джемом. И производить здесь можно то, что касается опций. Вот у нас, наверное, присутствуют пять опций, потом круассан. И мы можем производить, наверное, более 15 номинований здесь и здесь. Слоеных. Современные технологии здесь уживаются с традиционными рецептами. Хлеб делают на закваске. Он получается ароматным и хранится дольше. Всю производственную линию показывают губернатору. Вениамин Кондратьев заехал в станичную пекарню по пути в Кореновск. Несмотря на небольшие масштабы, здесь сумели наладить полный цикл производства. Муку для продукции получают из собственной пшеницы. Своё производство? То есть замкнутые циклы улочные производства? От поля до привалка. Вот это очень уникально, что на самом деле сегодня то, что вы называете замкнутым производством, очень сильно влияет и на себестоимость хлебопулочных изделий. А это и есть то конкурентное преимущество, о котором сегодня мы говорим, но многие его теряют. И вот здесь очень важно посмотреть на ваш опыт. Как сделать так, чтобы на самом деле максимальная добавленная стоимость оставалась у того, кто выращивает изначально остырьё, в данном случае пшеницу. Это уже совсем другая прибыль, совсем другие деньги. Объект, который губернатор не мог не посетить, находясь в Кореновском районе. Акушерско-гинекологический корпус центральной районы больницы. Из-за недобросовестного подрядчика сроки сдачи неоднократно переносили. Сегодня на строительной площадке активно ведутся работы. Внеамин Кондратьев интересуется у застройщика, когда медицинское учреждение сможет принять пациентов. Мы уже делаем второй или третий подход к снаряду, как говорится. Поэтому сегодня важно понимать, не как хорошо мы делаем, а когда у нас будет результат. А результат будет тогда, когда мы перережем ленточку. Открытие данного лечебного медицинского учреждения. Так вот у нас по срокам, когда вы планируете его сдать? Если мы уберём всю лирику, оставим только конкретный результат, в сухом остатке. Февраль месяц 22-го года. Какие могут быть угрозы того, что мы это не сделаем? На сегодняшний день угроз таких не существует. 22-го числа проводилось обследование технического состояния объекта. Результаты обследования говорят, что на объекте работы производить возможно в полном объеме. Однако из-за задержки сроков проект удалось перепрофилировать. На первом этаже корпуса разместится женская консультация. Также появятся перинатальные центры и детская поликлиника. Новый корпус центральной районы больницы значительно разгрузит ближайшие медучреждения муниципалитета. Давайте то, что проговорили, мы реализуем возможность перепрофилирования с точки зрения уже не просто перинатальные центры. Это женская консультация, детская поликлиника, перинатальный центр. Это на самом деле в целом высокотехнологичный, как я сказал, медицинский такой комплекс, который позволит нам уверенно сегодня во многом решать проблемы материнства и детства. Мы примерно уже подготовили, Венимир Иванович. Мы же уже знаем о планировке к площади. Не останавливаясь на эти направления. Не останавливаясь. И даже вот мы сейчас уже со строителями проговорили оборудование, которое мы будем в рамках покупать. Мы уже его согласуем, чтобы оно было, опять же, взаимозаменяемо. И возможность его было использовать так и для детей, так и для взрослых. Во время отъезда губернатору показали городской парк, который недавно преобразился. Здесь появились новые набережные аттракционы. Глава региона прошел по главной аллее и пообщался с задыхающими. Несмотря на будний день, в парке их оказалось много. Главное, общественное пространство города в будущем ждут обновления. Половину парка реконструировали, а еще половина останутся. У вас проект есть? Да. С экспертизой? Да. Полностью уже завершенный? Да. Завершенный? Конечно, надо делать. Мы вопрос финансирования возьмем по городской среде абсолютно на себя вместе с вами. И учителям Креновска дадим еще большую возможность наслаждаться таким парком. А им можно наслаждаться. Задача сегодня коллеги власти – это создание условий для развития экономики, бизнеса. И создать условия для отдыха. Две составляющие. У человека комфортного ощущения жизни. И вот сегодня экономикой мы занимаемся, но не надо забывать и там, где люди отдыхают. Отдыхают, конечно, они там, где есть зеленые зоны, где парки. Я считаю, Креновцам повезло. И очень бы хотелось, что во всех, пусть хотя бы районных центрах, где городские, будут такие парки. Строительство социальных объектов, появление новых производств и благоустройство городской среды – это в том числе влияет на показатели экономики всего муниципалитета. О перспективах развития территории Вениамин Кондратьев говорил уже на встрече с местными жителями. За последние пять лет сделан резкий скачок. В прошлом году Кореновский район впервые переместился в группу территорий со средним уровнем развития, заняв 14 место в крае. И здесь губернатор уверен, все дело в людях, которые нашли свое дело. Именно они создают экономику не только района, но и всей Кубани. Вот люди, я все так говорю, это основа, наверное, всего, в том числе и основа экономики, и развития жизни в целом. Либо нет. Сегодня мы были, вот Павленко, предприниматель, фермер, вот были у него, ну, душа радуется на самом деле, потому что многие плачут, а он делает. И вот если посмотреть в целом, из чего экономика складывается, любого района, вот из таких Павленко. И каждый из нас то же самое, может для себя найти ту маленькую нишу, на которую нужно залезть со своей маленькой, пока продукция, а потом, может быть, уже начиная с маленького, превратиться в большого. И занять опленную часть рынка, либо краевого, либо российского. Западные санкции дали зеленый свет развитию сельского хозяйства региона. Освободились рыночные ниши, которые ранее фермеры не могли просто так занять. В Кореновском районе работает более 200 фермерских хозяйств и 40 предприятий. Развита большая часть направлений от животноводства до садоводства. Муниципалитет показывает стабильный рост в отрасли. Однако, есть куда еще стремиться. Кореновский район очень активно участвует в программе развития семеноводства. И здесь три предприятия сегодня являются, наверное, флагманами в крае по производству семян, как масличных, так и зерновых. Это одно из направлений, которое сегодня является, наверное, в растеневодстве, именно в зерновом растеневодстве флагманом для Кореновского района. Мы знаем, что семена сегодня востребованы, особенно кубанской селекции, востребованы на всей территории края и за ее пределами. И стоимость произведенной продукции в десятки раз выше, чем обычно произведенной товарной. Для губернатора края такие поездки в район – это возможность напрямую пообщаться с жителями и узнать, что действительно волнует людей в том или ином муниципалитете. Главы региона сегодня обращались с разными вопросами. От сферы ЖКХ до благоустройства. Где-то попросили отремонтировать дорогу, а где-то подняли проблемы газификации. Жители также волнуют и то, что они не могут свободно подъехать к реке, где привыкли рыбачить. Едешь на рыбалку, и там полетел выгоняют, с водоема не дают ловить, либо машину негде поставить. Что касаемо подъезда к водоему, сегодня запрещено подъезжать к урезу воды на автомобиле. Это запрещено правилами экологии. Я все-таки думаю, что здесь мы можем бесконечно ссылаться на норму, федеральную норму, краевую норму, даже муниципальную норму. Но любая норма должна быть для людей, для жизни. Она должна быть в интересах людей, а не вопреки. Вот я не совсем понимаю эту норму, что на машине нельзя подъехать к реке. А где ее оставить-то? Вот я, выросший в сельской местности, не понимаю, как можно было не подъехать к реке. Разумный человек подъедет разумно. 5-10 метров. Но подъехать можно. Тогда предметно разберитесь, о чем он сказал. Конечно. Предметно. И только мне доложите. Встреча с местными жителями продолжалась 4 часа. В целом Вениамин Кондратьев отметил увеличение социально-экономических показателей муниципалитета. Однако губернатор еще раз напомнил. Высокие результаты в первую очередь должны отражаться на качестве жизни в Кореновском районе. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills сегодня открывается в Казани. За высокие награды поборются и 8 представителей Кубани. Об этом журналистам сегодня рассказал Вениамин Кондратьев. В столицу Татарстана отправились студенты и выпускники средних специальных учебных учреждений, а также школьники. Глава региона рассказал, что участники выступят не только в традиционных компетенциях, но и презентуют свои умения в современных направлениях, таких как инженерия космических систем, мобильная робототехника и создание умных технологий. Благодаря своим знаниям и упорству наши ребята участвуют в мировом чемпионате WorldSkills в Казани. Кубанцы уже второй раз принимают участие в соревновании в составе российской сборной. В позапрошлом году трое получили медальоны за профессионализм. В этот раз на чемпионат мира поехали уже шесть студентов и выпускников колледжей и два школьника. Они продемонстрируют свой талант, поконкурируют со сверстниками из 63 стран и регионов за звание лучшего мастера в своей специальности. И я им от всей души желаю удачи. Мировой чемпионат WorldSkills завершится 27 августа. Участниками соревнований в Казани станут порядка полутора тысяч молодых людей. Лучших определят в 56 компетенциях. Сегодня отметили День флага России. Государственный праздник отмечается 22 августа. По всей стране прошли акции, флешмобы и концерты. Сочи тоже не стал исключением. На курорте даже был создан свой уникальный триколор. Расскажет Татьяна Говоркова. Торжество прошло на площади флага у администрации города. Огромный триколор размером 4,5 на 10 метров был поднят на воздушных шарах под живое исполнение гимна России. Славься Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой. Со сцены жителей и гостей курорта поздравил мэр Анатолий Пахомов и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. После состоялось награждение номинантов ежегодного городского открытого конкурса «Гордо рейд. Флаг державный», посвященного истории российской государственной символике. Конкурс проходил с 9 июля по 20 августа в номинациях «Лучшее фото», «Лучший видеоролик», «Лучший творческий номер». Участие в нем могли принять все желающие. Победители сегодня получили заслуженные награды. Это праздник патриотов нашей страны. И мы его празднуем как настоящие патриоты и отдаем честь и уважение этому главному символу России. Наш флаг во время Олимпийских и Паралимпийских игр поднимался каждый день по несколько раз. Это было сделано в честь победы наших российских спортсменов. Это наша гордость была. И эта гордость остается. Гордость за нашу Родину, за успехи нашей страны. Свой патриотизм сегодня продемонстрировали многие горожане и гости курорта. Они решили в этот день отдать предпочтение одежде и аксессуарам в стиле триколор. Унисон нашей России, унисон нашего флага. Всех праздником. Это праздник, это радость, это счастье. Я горжусь, что я живу в России. А у меня сегодня двойной праздник. День флага Российской Федерации и мой день рождения. Вот, мне приятно, что в этот такой августовский день, такой солнечный, хороший праздник вот так вся. И мы рады за нашу страну, что она встала на ноги, становится уважаемой во всем мире. Нашему любимому городу Сочи поздравляем с таким великим праздником России. Процветание нашей дорогой России, матушки. Как видите, одежда соответствует. Это у нас символ России, мир, вера и пролитое за отечество. Такая замечательная атмосфера, эйфория. Радует очень обстановка среди молодежи. Ребята очень красивы, смотрите, как растет поколение. С праздником и вас праздником. Фантазию сегодня можно было проявить и в другом деле. На улице Новогинской волонтеры развернули стометровое полотнище белого цвета. Сегодня в центре Сочи был создан свой уникальный, самый длинный флаг в стиле триколора. Любой желающий мог оставить свой след, отпечатка ладони. Для этого выдавались специальные такие вот перчатки. Выбираешь цвет, намазываешь ладонь и вносишь свой вклад в создание нового флага. Желающих оставить свой след было немало. Уже к обеду половина полотна была усеяна отпечатками синего, белого и красного цветов. Ну а готовый символ сочинского дня флага был представлен на вечернем праздничном концерте. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Автопробегом по улицам города так решили отметить день флага сочинские единороссы. В этом году в праздничном заезде приняли участие более 50 человек, среди которых члены Политсовета местного отделения партии, представители молодой гвардии, волонтеры серебряного возраста и сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Колонна проехала от площади Зимнего театра по Курортному проспекту. Сочинцев приглашают помочь с очисткой территории Нового сквера. В субботу 24 августа всех неравнодушных и активных жителей курорта ждут на утренний субботник. В 9.00 начнутся работы по очистке территории парка на Мацесте. Это будет финальным аккордом перед открытием парка, который состоится в этот же день. Весь необходимый для уличной уборки инвентарь участникам предоставят организаторы. Само торжественное открытие парка на Мацесте запланировано на 14 часов. Состоится большой праздник с музыкой и угощениями. Напомню, парк на Мацесте строят в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». В прошлом году здесь была выполнена первая часть работ. Построена набережная вдоль реки, установлено уличное освещение. На прошлой неделе набережную соединили с Теренкуром и пляжем. Сейчас завершается второй этап работ – строительство велодорожки, асфальтирование парковки, благоустройство и дополнительное озеленение территории. В следующем году в рамках третьего окончательного этапа парковая зона увеличится до главного ванного здания Мацесте. На границе с Абхазией задержаны две машины с контрабандой сигарет. Всего более 400 блоков. В автомобиле «Волга» сигареты были спрятаны в багажнике, вскрытой полостью топливного бака, в салоне под задним сидением, а еще под акустической панелью. Всего более 1200 пачек. А в Вазовской 99-й сигареты были обнаружены в тайной нише под задним сидением, под акустической панелью и в отсеке вместо запасного колеса. В этом автомобиле таможенники нашли около 3000 пачек. Всего из обеих машин изъято 422 блока. Водители и жители Северной Осетии пояснили, что везли сигареты из Абхазии с целью продажи в России. Незаконный товар и автомобили изъяты. Возбуждены четыре дела об административных правонарушениях. Более половины котельных в Сочи уже готовы к отопительному сезону. Если быть точнее, 64%. Всего в городе работает 71 котельная. В этом году сразу несколько будут переведены на газ. В том числе котельная в селе Верхний Юрт. Как установка нового оборудования повлияет на качество теплоснабжения и как темпы работы оценил общественный наблюдатель, расскажем в нашем сюжете. С угля на сжиженный газ. Теперь котельная номер 21 в селе Верхний Юрт будет работать по-новому. Здесь уже убрали старое оборудование и начали монтаж нового. Это насосы и энергоэффективные котлы. Один из плюсов модернизации – оборудование автоматизировано и экологично, а ещё экономично. Раньше в котельную по сельским дорогам за сезон приходилось возить по 150 тонн угля. С газом всё будет гораздо проще. А главное – надёжнее. Что важно для нашего населения – это повысить надёжность, в первую очередь, и бесперебойность теплоснабжения. Данная котельная является отопительной, сезонной. И очень немаложный факт для всего коммунального комплекса, для нашего предприятия – это эффективность её работы. Так как на данной котельной устанавливается энергоэффективное оборудование. Сегодня темпы модернизации котельной оценил Сергей Жигулёв. Он входит в число общественных советников мэра по ЖКХ, которым глава Сочи поручил контролировать подготовку к отопительному сезону. Опыт у Жигулёва большой. В Новосибирске он много лет руководил крупной управляющей компанией. Сегодня по достоинству оценил проведённые работы. Кстати, котельная на улице Абавяна поставляет тепло в дома 400 сочинцам. Её построили в селе в 70-х. В принципе, вот вы видели, это остался один корпус, одна коробка от прежней котельной, которая тоже будет приведена в порядок, и здесь получится, ну, здание будет облагорожено. Внутри вообще всё поменялось. Это оборудование вполне отвечает современным требованиям. И лет там на 20-30 вперёд оно обеспечит потребности вот этого села Верхний Юрк. Всего же в Сочи в этом году с угля на газ переведут пять котельных. А на более чем половине из них, в городе их 71, уже прошли ремонты. Также в планах подготовки к зиме заменить 15 километров теплотрасс. Более шести километров уже готово. Теплоэнерго потратит на подготовку к отопительному сезону порядка 80 миллионов рублей. Поторопиться должны и управляющие компании проверить теплоузлы в домах. Зима уже близко. Горячими батареи в домах сочинцев должны стать 15 ноября. Инга Габеши, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинцам предлагают выбрать имя для новорожденного кенгуренка. Малыш появился на свет несколько недель назад в санатории Октябрьский. Взять его в руки сотрудникам зоопарка еще не удавалось. Поэтому и пол детеныша пока неизвестен. Сотрудники санатория на своей странице в Фейсбуке предлагают всем желающим предложить свои варианты имени. Первые варианты не заставили себя долго ждать. Пользователи уже предложили назвать кенгуренка Сашей, Валей или Джедаем за некоторое сходство с магистром Йодой, героем сериала «Звездные войны». День до старта. 23 августа в Сочи откроется девятый кубок мира по хоккею «Сириус» среди молодежных клубных команд. Все команды прибыли в город и уже сегодня опробовали лед Олимпийской арены «Шайба». Шесть из восьми команд прилетели накануне. Сегодня утром в аэропорту приземлились делегации из Швеции и Чехии. Турнир будет тяжелым. Мы в первый раз играем вместе, но мы готовы. Хотелось бы посмотреть и на местные достопримечательности. Сами никогда не видел горы. Также интересно будет увидеть Олимпийскую деревню. Настроение хорошее. Все в предвкушении, начало турнира. Для меня это впервые. И поэтому только наилучшие ожидания от этого турнира. Надеюсь, что они оправдаются. Есть доля ответственности, какая-то мы выходим в роли лидера. В этот турнир ходим. Поэтому думаю, что зацикливаться об этом не надо, но думать стоит. Кстати, игроки ЛОКа уже встретились с воспитанниками образовательного центра «Сириус». Рассказали о своем спортивном пути, об эмоциях, которые испытывают перед важными матчами, после побед и поражений. А потом ответили на вопросы. Матчи группового этапа Кубка мира по хоккею «Сириус» пройдут с 23 по 28 августа. В матче открытия обладатель Кубка Харламова Ярославский ЛОКа встретится со сборной Лиги канадской провинции Альберта. Также в турнире участвуют команды Швейцарии, Чехии, Финляндии, Швеции и Австрии. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok